Здравствуйте, меня зовут Борисов Алексей, я врач-невролог, работаю в факультетской клинике Иркутского государственного медицинского университета. Там же я заведую кабинетом головокружения. И поэтому данный ролик я хотел бы посвятить одному из диагностических устройств, которое должно в некоторых случаях использоваться при диагностике головокружения. И речь пойдет об очках Френцеля. Очки Френцеля представляют собой очки, которые плотно обхватывают глаза и имеют линзы высокие по диоптрии. Используются линзы плюс 18, плюс 20 диоптриев. И одевая их, человек перестает видеть какую-то картинку. К тому же в очках Френцеля используется освещение. То есть конкретно, допустим, в моем варианте встроены светодиодные лампочки сверху. И при включении освещения можно увидеть, что равномерно вокруг глаз идет белое освещение. При этом полностью выключается фиксация взора. И если представить пациента, мы ему можем надеть очки Френцеля. Выглядеть это будет примерно следующим образом. То есть одевается. Я при этом ничего не вижу. Включается свет. У меня есть, конечно, какая-то размытая картинка. Я вижу очертания камеры. Я вижу очертания окружающей обстановки. Но в целом это равномерное белое освещение и очень-очень размытая картинка. При этом наблюдателю со стороны достаточно четко и хорошо видно мои глазные яблоки. И можно оценить такой очень-очень важный симптом, как нестагм. Нестагм является, наверное, одним из важнейших диагностических критериев при постановке диагноза головокружения. И именно ориентироваясь на нестагм, можно зачастую поставить диагноз. При этом у нестагма есть определенное правило. А именно, нестагм периферического генеза, то есть идущий от непосредственно вестибулярного анализатора, от внутреннего уха, усиливается при выключении фиксации взора. То есть, если мы не видим предметы, если у нас выключена фиксация взора, например, мы оказались в абсолютно темном помещении, либо, как здесь вариант, у нас выключена фиксация взора за счет линз высоких по диоптриям, то есть плюс 18, плюс 20 диоптриев, и мы просто не видим окружающие предметы, все размытое, и вокруг равномерное освещение, то нестагм периферического генеза усилится. И в некоторых случаях его не видно при обычном осмотре, при использовании очков Ренцеля, нестагм усиливается, и, соответственно, мы можем увидеть какие-то его закономерности. К тому же, если был нестагм при обычном осмотре и значительно-значительно усиливался при использовании очков Ренцеля, значит, речь с высокой долей вероятности идет о периферическом поражении. И стоит идти именно в этом направлении. Очки Ренцеля могут использоваться при проведении диагностических проб на доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение ДППГ, и также при использовании очков Ренцеля можно наиболее четко отслеживать нестагм при выполнении лечебных репозиционных маневров, например, маневры Эпли, которые используются наиболее часто при ДППГ, так как ДППГ затрагивает чаще всего задние полукружные каналы, и именно маневры Эпли производят репозицию от алитов из задних полукружных каналов. Я сказал очень много непонятных слов, но все же я предполагаю, что данный ролик будут смотреть прежде всего специалисты здравоохранения, и им эти слова понятны и интересны. Ну, а обычному человеку, который меня смотрит, возможно, в силу того, что является подписчиком моего канала, я думаю, эти слова уже тоже достаточно знакомы, потому что у меня есть на канале достаточно много роликов, посвященных этой проблеме. Надеюсь, в целом моя информация была интересна и полезна для вас. Стоит отметить, что использование очков Френцеля показывает хоть какой-то более-менее уровень подготовки специалиста, когда дело касается диагностики головокружения. И я хотел бы задать вам вопрос, использовались ли вам очки Френцеля, использовал ли врач при диагностике головокружения, и насколько эффективно было дальнейшее лечение. Очень хотелось бы услышать обратную связь от вас. Спасибо большое за ваше внимание, спасибо большое за ваши оценки, спасибо большое за вашу объективную и конструктивную критику, когда она есть. Спасибо за то, что делитесь моими роликами в своих социальных сетях. Спасибо большое за то, что поддерживаете меня. Всего доброго и до новых встреч. Продолжение следует...